В эфире служба новостей Саров 24 в студии Катерина Пёнова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. 26 подтвержденных и 1 на верификации, как коронавирус распространяется в Сарове. Штраф или предупреждение. Полиция проводит рейды для выявления нарушителей режима. Как уберечь планету? 22 апреля отмечается День Земли. Далее расскажем по всем подробно. Свыше 2,5 миллионов человек в мире заболело коронавирусной инфекцией. Умерло более 177 тысяч, выздоровело 681 тысяча. Главные очаги заражения – США, Испания и Италия. Между тем и Соединенные Штаты и Евросоюз подготовили планы по снятию жестких антивирусных ограничений. Некоторые страны Европы уже смягчают запреты. Заболеваемость COVID-19 там перестала расти или пошла на спад. В Австрии и Германии начали работать небольшие магазины. Продавцам необходимо контролировать соблюдение всех санитарных правил. Ожидается, что с 1 мая откроются остальные магазины и крупные торговые центры, а также парикмахерские. К середине мая могут быть открыты рестораны и отели. Проведение массовых мероприятий остается под запретом до конца июня. В Дании заработали детские сады и начальные школы. Между тем, в России пик эпидемии еще не наступил. У ВОЗ отметили, что пандемия в нашей стране находится в фазе натурального роста, но его темпы начинают снижаться. В России вирусом заражено 58 тысяч жителей. Нижегородская область находится на четвертом месте по числу инфицированных. Заражено около тысячи человек. Шесть нижегородцев с подтвержденным диагнозом скончались. Глеб Никитин отметил, что регион приближается к критической точке распространения коронавируса. В области внедрили индекс изоляции на основе сотовых данных. Он высчитывается по подключениям абонента к базовым станциям. Чем к большему количеству станций люди подключаются, тем активнее они передвигаются. В места массового скопления пришлют патруль, а если в отдельном районе будет высокий индекс подключения к базовым станциям, там будут проверять QR-коды на выход из дома. Сильно рассчитываю, что нижегородцы уже поняли, в том числе по моим прогнозам и оценкам, насколько количество зараженных зависит от этого показателя. Лаг примерно неделя, как я уже сказал. Вот если мы не соблюдаем режим, соответственно, или соблюдаем его недостаточно качественно, то мы получаем большее количество зараженных примерно через неделю, плюс-минус некоторое количество дней. Губернатор отметил, что доля вновь выявленных случаев начала снижаться. Дальнейшая динамика будет зависеть от того, насколько серьезно жители будут относиться к сложившейся ситуации. В Сарове число зараженных растет. Диагноз подтвержден у 26 горожан. Тесты еще одного – на верификации. О ситуации с распространением коронавирусной инфекции ежедневно рассказывает главный государственный санитарный врач по Сарову Ирина Игнатьева. Лечение в условиях стационара проходят 10 человек. Остальные лечатся на дому. Из этих же 27 человек тяжелых форм нет. Заболевание средней степени тяжести наблюдается у 9 больных. И в легкой форме заболевание протекает у 18 больных. 26 человек, контактировавших с больными коронавирусной инфекцией, сняты с карантина. У них не обнаружен COVID-19. Под наблюдением осталось 85 человек. Около 500 протоколов за нарушение режима повышенной готовности составлено в Нижегородской области с 10 апреля. Большая часть из них направлена в суд. Однако, как отмечают сотрудники полиции, штрафуют в основном злостных нарушителей. Чаще всего патрульные ограничиваются профилактической беседой. О том, как проходят рейды по выявлению нарушителей режима самоизоляции, расскажем далее. При появлении на улице надо быть готовым к тому, что сотрудник полиции может остановить вас и поинтересоваться о причинах нарушения самоизоляции. Для того, чтобы выйти из дома, саровчанин должен оформить заявку на сервисе карта жителя Нижегородской области и получить QR-код. Его стражи порядка сканируют для получения информации о перемещении. Полицейские ежедневно патрулируют дворы и городские улицы. Жители города должны иметь при себе соответствующие документы, QR-код, паспорта. Дойти можно до ближайшего магазина, аптеки, приобрести соответствующие товары. А также погулять с собакой недалеко от дома. Можно по QR-коду созвониться, сходить к родителям близким, навестить. Если разрешения на выход из дома у человека нет, правоохранители рассказывают о правилах поведения в режиме повышенной готовности. На первый раз нарушители самоизоляции получают предупреждение. Полицейские составляют протокол, но не штрафуют. При повторном нарушении заплатить все-таки придется. За время рейда мы предупреждаем, предупреждаем злостных нарушителей, наказываем. Желательно не собираться в группы, не распивать спиртные напитки. Сложнее всего объяснить принцип получения и работы QR-кода пожилым людям. Большинство из них не пользуются интернетом, смартфонами и компьютером, через которые можно оформить запрос на выход из дома. Полицейские надеются на сознательность пенсионеров. В очередной раз напоминают о том, что пожилые люди входят в группу риска. Дарья Козина, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. Инвалидность жителей Межгородской области будут продлевать заочно. В период борьбы с распространением коронавирусной инфекции личные заявления о проведении медико-социальной экспертизы и письменное согласие не нужны. Инвалидность продлят на полгода, с даты до которой она была ранее установлена. Кроме того, специалисты дистанционно разработают новую индивидуальную программу реабилитации или абилитации инвалида. Справку об инвалидности направят гражданину с заказным почтовым отправлением. Все сведения будут размещать в федеральном реестре инвалидов. На основе этих данных пенсионный фонд назначит выплаты. В Нижегородской области стартовал конкурс детского рисунка «Моя семья дома». Детям предлагают нарисовать членов семьи во время совместных домашних занятий. Например, утренняя гимнастика, чтение, просмотр телевизора, прием пищи, творчество и прочие совместные виды деятельности. Принять участие могут ребята в возрасте от 3 до 10 лет. Заявки и фотокопии детских рисунков принимают до 27 апреля. Подробности на сайте Департамента образования Сарова. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Еще одна обязательная справка пала жертвой коронавируса. Ресурсоснабжающие и управляющие компании должны принимать показания счетчиков даже с истекшим сроком поверки. Соответствующее постановление подписали в правительстве. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Как пояснили в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии, вся поступающая от недобросовестных компаний информация об обязательной поверке до конца 2020 года приборов учета является ложной и не соответствует действительности. В Сарове создали комиссию по поддержке хозяйствующих субъектов и иных лиц, которые пострадали от пандемии коронавируса COVID-19. Об этом сообщает официальный сайт городской управы. В состав нового органа вошли руководители структурных подразделений администрации, представители Федеральной налоговой службы, Пенсионного фонда, Центра занятости населения, Фонда соцстрахования. В ближайшее время члены комиссии начнут составлять перечень лиц, которые стали заложниками нынешней ситуации. Им окажут финансовую помощь. Подробнее о мерах поддержки бизнеса и самозанятых в условиях пандемии можно узнать по телефонам Центра поддержки предпринимательства. 9-92-63 и 9-92-64. О прививках расскажут по телефону. До 29 апреля в Нижегородской области будет работать горячая линия, посвященная вакцинации. На все интересующие вопросы граждан ответят специалисты регионального управления Роспотребнадзора. В том числе специалисты ведомства расскажут о том, как коронавирус повлиял на прививочную кампанию этого года. Звонки принимают по номеру 8 800 555 49 43. Каждые пять лет в преддверии 9 мая саровчане отправляются в пробег по городам России. Его цель – отдать дань памяти советским воинам и труженикам тыла, победившим фашистских захватчиков. О том, как начинались эти марафоны, кто стоял у истоков и будет ли пробег в этом году, расскажем далее. Начиная с 1955 года, каждые пять лет в городах-героях проводятся забеги, посвященные Великой Победе. Идея легкоатлетического кросса принадлежит царовчанину Вячеславу Линнику. Именно по его инициативе в Москве и прошел первый забег, посвященный 50-летию Победы. Он был участником и организатором всех остальных пробегов. Пробегов всего было около 13. Во всех почти что мне пришлось как журналисту принимать участие. Я рада Вячеславу Михайловичу, что вот он меня пригласил. Я как бы вернулась в спортивную молодость. И потом, уже по истечению других лет, мы также участвовали в других пробегах. Города, откуда начинались забеги, организаторы выбирали не случайно. Например, Брест – первый город, в котором немцы начали сильный артиллерийский обстрел. Курск, Сталинград, Севастополь. В них случались переломные моменты Великой Отечественной войны. Главным символом забега был факел, который спортсмены несли на протяжении всего пробега. Мы зажигали этот факел у вечного огня Севастополя, Сталинграда, Бреста. И всю дорогу наши спортсмены его несли, этот факел. Мы его не затухали, не затушали, не затухали. Мы несли от Севастополя до нашего вечного огня. Не только несли вечный огонь, но и мы еще везли капсулы с землей Севастополя, Сталинграда. В городах, где мы находились, откуда мы стартовали в Дни Великой Победы. Капсулы с этой землей мы передавали в музей ядерного оружия. Несмотря на то, что забег, посвященный 75-летию Победы, отменили, организаторы не расстраиваются. Они надеются, пусть и не в мае, но в этом году легкоатлетический забег все-таки состоится. Ирина Вашегородцева, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. 22 апреля в мире отмечают День Земли. Обычно этому празднику россияне посвящают различные экологические мероприятия, акции «Субботники». Но в этом году эко-активисты ведут свою работу в социальных сетях, призывая с помощью видеороликов беречь свою родную планету. Так предлагают действовать и участники клуба «Лотос» и медиаклуба «Форматиру» молодежного центра. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok В студии работала Екатерина Опенова. Всего вам доброго, берегите себя и оставайтесь дома.